У каждого из нас свой путь, жизненный и профессиональный. И в качестве преамбула хотелось бы немножко рассказать о своем профессиональном пути, потому что это определяет выбор темы лекции. Все мы родом из детства, и, наверное, первые детские впечатления зачастую влияют на выбор профессии в будущем. Именно так было и у меня. Примерно в 6 лет я поняла, что буду врачом. Но в моей ситуации это неудивительно. Ведь и моя бабушка, и моя мама связаны с медициной. Моя бабушка фельдшер-лаборант. И первое знакомство с миром пробира, колбочек, чашек Петри произошло благодаря ей. А этот удивительный микроскоп, в котором я первый раз в жизни увидела какие-то непонятные клеточки, разноокрашенные. Как оказалось, это был мазок крови, и видела я форменные элементы крови. Моя мама врач клинической специальности, врач-педиатр. И практически каждый день я слушала удивительные истории. Как мальчик Вова заболел, а потом его вылечили. Как у девочки Катя удалили аппендикс. А девочке Юле сделали прививку. И она теперь навсегда защищена от грозной инфекции. Эти удивительные истории не могли пройти даром, и я поняла, что буду врачом. Учась уже в медицинской академии, передо мной не раз становился выбор. Что же интереснее, что более важнее, клиническая работа с пациентами или эти чарующие пробирки, завораживающие красной жидкостью кровью? Ответ пришел практически мгновенно. На пятом курсе института, когда начался у нас цикл гематологии. Вот это да, подумала я, так это два в одном. Это клиническая наука о крови. Но, к сожалению, не все в жизни можно предугадать. Я уехала учиться в ординатуру в Москву по специальности терапия. Но любовь к гематологии осталась. Придя в клинику внутренних болезней, я совсем была не разочарована. Ведь на самом деле больных с заболеваниями крови оказалось достаточно много. И самое распространенное заболевание среди них была анемия. Дальнейшие уже изучения показали, что каждый четвертый человек в мире имеет низкий гемоглобин. И чем старше пациент, тем распространенность анемии становится все чаще. Сегодня я работаю с гериатрическими пациентами. И появляется новый взгляд на проблему анемии у пожилых пациентов. Как оказалось, у пожилых пациентов анемия это не просто снижение гемоглобина. Это целый гериатрический синдром. Многофункциональное состояние, влияющее на качество жизни и определяющее ее прогноз. Помимо этого, анемия влияет на развитие синдрома хрупкости или синдрома фрейлти, который отличает здорового пожилого пациента от больного. Почему же анемия так часто встречается? Ответ очевиден. Очень много различных заболеваний и состояний, приводящих к снижению гемоглобина. И эти состояния абсолютно полярные. Это острые состояния кровотечения. Это нарушение питания в виде элементарного дефицита и малиабсорбции, что очень часто встречается у пожилых пациентов. Это различные хронические заболевания, онкологическая ситуация, эндокринные патологии, болезни крови. Это прием некоторых лекарственных препаратов, особенно в пожилом возрасте, которые могут быть гематотоксичными. И это осложнения, приводящие к снижению гемоглобина. Сердечная недостаточность и почечная недостаточность. Однако в клинике внутренних болезней мы зачастую встречаемся с хроническими заболеваниями, которые длительно, в течение нескольких лет протекают у пациента. А значит и гемоглобин снижается медленно, зачастую не всегда заметно для нашего пациента. А все, что течет медленно, особенно у пожилых пациентов, зачастую заканчивается не всегда благоприятно. И действительно, у пожилых людей уже снижение гемоглобина до 70 грамм на литр приводит к увеличению риска летального исхода в 2,5 раза. А если мы вспомним, что снижение гемоглобина влияет на прогрессию старческой астении, является фактором развития и деменции, и депрессии, и синдрома падения, а значит и возможных переломов, то становится даже страшно за нашего пожилого пациента с низким гемоглобином. Так как же не допустить развития этих грозных осложнений? Ответ очевиден. Надо вовремя и быстро диагностировать анемию. И пациенты иногда сами приходят с определенными симптомами, но симптомы анемии зачастую не специфичны. Это усталость, слабость, головокружение, одышка, сердцебиение. Часть врачей может это просто списать на пожилой возраст. Другие доктора могут это оценить как симптом какого-либо другого заболевания. Например, головокружение при цереброваскулярных заболеваниях, сердцебиение, одышка, как проявление сердечной недостаточности, а может быть хобл. Так как же нам достоверно подтвердить диагноз анемии? На самом деле существует очень хорошее выражение о том, что легче бывает поставить больного на ноги, чем поставить диагноз. Но это совершенно не про анемию. Диагностика анемии очень проста. Для этого нужно выполнить всего лишь одно исследование. Это общий анализ крови. И это простой, дешевый метод исследования, который доступен практически в любом лечебном учреждении. И в этом анализе крови нас будет преимущественно интересовать два основных показателя. Это уровень гемоглобина и средний объем эритроцита или показатель MCV. Уровень гемоглобина нам нужен для того, чтобы подтвердить наличие или отсутствие анемии, а если она имеется, то определить степень ее тяжести. Ну а показатель MCV необходим уже для диагностики вида анемии. Всего лишь два показателя и открывается целый мир для клинических рассуждений врача. А порассуждать есть над чем. Современная классификация делит все анемии на три большие группы, в каждой из которых выделяется несколько разных видов анемии. От очень редко встречающихся, например, сидоробластной анемии, до сильно распространенных, например, железодефицитной анемии. Так много анемии. Кто же все-таки должен диагностировать и лечить анемию? Только ли врач-терапевт? Совсем нет. Любой врач клинической специальности по той или иной причине, назначающий анализ крови своему пациенту, уже проводит ее скрининг. А вот диагностикой вида анемии и назначение противоанемической терапии это, наверное, прерогатива терапевта. Ну и для врачей узкой специальности остается своя ниша. Это лечение основного заболевания, приведшего к развитию анемии. Гинеколог будет лечить миому, проктолог – геморрой, ну а ревматолог – коллагенозы. Создается такая некая негласная противоанемическая команда. Один в поле не воин, как известно. И если врач забывает об этом и работает вне этой анемической команды, то ошибок не избежать. И наибольшее количество ошибок – это в назначении противоанемической терапии. Существует много мифов о лечении анемии и правда, которую развенчивают эти мифы. Самые распространенные мифы приведены здесь. И первый из них – это о том, что если хорошо и правильно питаться, то можно поднять уровень гемоглобина только хорошими продуктами питания. На самом деле, правда такова. Во-первых, нужно убедиться, наш пожилой пациент вообще может питаться. А невозможность питания можно объяснить отсутствием зубов, как частая причина. Например, дисфагией или какими-либо другими причинами. Если мы понимаем, что пациент действительно получает питание, то обязательно назначение противоанемических препаратов. Потому что только благодаря им мы можем поднять уровень гемоглобина. А вот чтобы не допустить развития анемии у здорового человека, действительно нужно хорошо питаться. Второй миф – снижение гемоглобина практически равнозначно назначению препаратом железа. Но действительно железодефицитных анемий очень много. Но это далеко не единственная анемия. И я вам показывала слайд, где мы видели очень много разных видов анемий. И поэтому назначать терапию нужно прежде всего потому, какая анемия у нашего конкретного пациента. Еще один распространенный миф о том, что при лечении железодефицитной анемии необходимо назначать внутривенные препараты железа, так как они быстрее поднимают уровень гемоглобина. Да, действительно, внутривенные препараты железа быстрее всасываются, но и побочных лекарственных явлений сразу становится больше. Поэтому существует два постулата. Если анемия железодефицитная, то препаратами выбора являются пероральные препараты железа. А вот если анемия хронического заболевания, при котором также железа может быть мало, то здесь препаратами выбора является парентеральное железо. И это объясняется патогенезом развития анемии и хронических заболеваний. При любом воспалении повышаются уровни провоспалительных цитокинов. Это, в свою очередь, повышает уровень синтеза уровня гипсидина в печени, а это блокирует феропартин, тот рецептор, который переносит железо в клетку. И их этих рецепторов очень много в кишке. Поэтому, если этот рецептор заблокирован, то, естественно, пероральные препараты железа всасываться не будут. Тут и единственной альтернативой для лечения таких пациентов остается парентеральное железо. Ну и последний миф, самый распространенный, о том, что отменять препараты железа можно тогда, когда нормализовался уровень гемоглобина. Правда такова, что отменять препараты железа нужно не только при нормализации уровня гемоглобина, но и при нормализации уровня ферритина. Это тот показатель, который отражает запасы железа в ДПО. Наверное, еще очень много мифов существует о лечении анемии. Но самая главная правда одна. Анемия – это, пожалуй, одна из немногих ситуаций в клинике внутренних болезней, которая абсолютно курабельная. То есть мы можем и должны ее вылечить. И в заключении хочется сказать, что анемия – это некая универсальная реакция системы крови на любое неблагополучие в организме. Это знак, который дает нам организм о том, что что-то не в порядке. И чем быстрее мы увидим этот знак, тем быстрее мы начнем лечить такого пациента, и тем быстрее из немощного старика, который нуждается в постороннем уходе, он превратится в румяного пожилого человека, который может жить качественно, активно и самостоятельно.